Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо! Спасибо! Действительно, немного всегда удивляла. Есть день десантника, день торгового работника, день медицинского работника и так далее. Нет, дня поэта. Оказывается, есть и день поэта. День поэтии 21 марта и дни, которые близко находятся вот этой датой тоже являются поэтическими. Может быть, это банально, что весна всегда побуждает к чтению стихов, к творению стихов. Как и носу поэт, он и десантник, потому что он сражается с жизнью. Он и торговый работник, потому что, как мы все знаем, можно ему письмо дать. И еще очень-очень многое. Сегодня прозвучат стихи членов нашего союза, нашей поэтической секции поэзии, а также представителей других секций. Поэтическая секция самая многочисленная, более 200 человек. Поэтов всегда может быть немножко больше, чем нужно. Но у нас сегодня еще и гости. У нас сегодня гости, да. И вот я бы хотела предоставить слово Юрию Кроскурякову, хорошо знакомому по журналам, много создателей, издателей, ряда журналов, которые выходят и в России, и в Зоубежон, да, на славу? Да, да. В Германии, в частности, да? Да, внешний член. Да, внешний член союза литераторов и руководитель проекта «Букин», да? Который вот приберется там на «Дельный». Я сегодня руководитель, я просто ведущий программы. Программу эта очень интересная. Создала Элла Касанская, писательница и юргалистка, которая работает сейчас на «Дельный». Программа очень официальная, и она позволяет высказаться человеку, который либо уже рекламал книгу, либо еще держит ее в виде человеков, но готовится к такой публикации, рассказать о своем творчестве, о своем видеомпункте. В очень непринужденной обстановке, в маленькой студии это было, а сейчас, возможно, это будет делаться в месте основного базирования поэта. Может быть, у него дома, где-то в кафе, или где он любит бывать вообще. Потому что современные средства позволяют вести прямую трансляцию непосредственно из того места, если там есть интернет, где поэт любит бывать. Это хорошее начинание, как мне кажется, оно не совсем форматное, или вообще не форматное, но позволяет человеку появиться таким, какой он есть, и это привлекает, как мне кажется, зрителям. Но мне, собственно говоря, особо нечем, потому что сегодня не день поэта, конечно, а день поэзии, потому что день поэта, как-то представлять себе очень сложно. Даже женский день, не утверждаю, что день женщины, день защиты коротины, какого-то конкретного защиты коротины. Но это общее действие, которое, возможно, как-то каким-то играми соединяет нас с другими поэтическими. Здесь присутствует, находите меня, Игорь Бурдонов, который один из руководителей, вместе с Александром Белогиным, клуба «Подвал номер один». Мне кажется, это самый старый городский клуб, свободный клуб, который появился в начале Трестского. И он ведется чисто на волонтаристских началах, двумя окружителями, художником и поэтом. И в нем участвовало, вот было десятилетие клуба недавно, и собрались участники, их было, по-моему, там человек сто от месяцев. То есть это вот этот замечательный праздник искусства. И я хочу передать дальше эстафету Игорь, у вас за слово, несколько слов, раз вам. Ну, действительно, клуб существует 10 лет. За это время мы... Называется он «Подвал номер один» по очень простой причине. Он действительно поначалу обитал в подвале дома на Войковской. Такой старый сталинский дом и адрес его подвала номер один. Поэтому-то вот так, без всяких претензий, просто адрес. Ну, потом, конечно, пришлось поменять несколько мест. Мы работали с Перова, а сейчас тоже такое полуподвальное помещение в старинном особняке на улице Большая Коммунистическая. Ну, у нас действительно очень много за это время, больше двухсот авторов. Из которых, значит, кто-то по разу был, кто-то постоянно бывает, кто-то был, потом исчез, там опять появился и так далее. Вот. И, кстати, с московским объединением литераторов, как я понимаю, надо довольно большое пересечение по людям. У МОЗГО у нас было, или у МГОУ совместное, что-то такое. Да, да. У нас было, скажем, в Союзе, там и весь подвал. У нас два года назад, что-то такое. Два года назад, да, два года назад. На территории ЮНЕСКО, кстати. Да, да. Раз этот день претензий на ЮНЕСКО, это будет такая фишка такая. Вот. Ну, а сегодня вот вместе со мной пришли, значит, несколько человек, вот Марша Панфилова, Вера Сазина и Борис Еликов. Ну, я не знаю, кто он дальше делал. Читать что-то или как? Ну, я думаю, нужно начать с ваших. Ну, давайте я начну. Ну, да, давайте определим регулярно. У нас сейчас 12 человек у нас, если мы по три минуты пойдем, то где-то в час мы уложим. У нас не готовится, столько же еще придет. У нас два часа есть, но... Ну, а если придет больше, значит, у нас будет меньше. Хорошо. Значит, я почитаю два стихотворения с небольшим маленьким предисловием. Значит, довольно долго я экспериментировал с разными формами стихотворений и писал стихи в такой классическом размере японских танка и хурку. Значит, ну, танк — это такое нерехновенное салабическое стихотворение. Пятистиши с жестким числом слогов — пять, семь, пять, семь, семь. Вот, а хурку — это трехстиши в размере первых трех строк танка. Потом я, собственно, подумал, а почему вот выделено только первые три строки танка, а что, если взять средние три строки? Ну, и получится такая сердцевина танка или обратная хурку. Почему обратная? Потому что вместо пяти слогов там семь, а вместо семи — пять. То есть там формула семь, пять, семь. Ну, я написал там несколько таких трехстишей. Потом решил взять последние три строки танка. Значит, там уже формула пять, семь, семь. Ну, и такой трехстиши можно назвать нижней хоку или половина садока. Дело в том, что в Японии была такая древняя форма поэтическая шестертишия садока. По формуле пять, семь, семь, пять, семь, семь. Правда, она была довольно редкая. То есть вот в Мангесю, это первое собрание поэтического Японии, собрание милиатрицы, там из четырех с половиной тысяч стихотворений только пятьдесят семь садока. Ну, в своей такой древней форме садока это выражает такую перекличку двусторонних. Там женская, мужская половина хора в виде вопроса ответа. А еще их называли песнями грибцов. Так что вот половина садока — это вот такая песня одного грибца получается. И где-то летом 2004 года я решил соединить все эти три способа выделения трехстишей из танка. Так что получается девятистише из трех столб под две строки в каждой. И это можно назвать такой тройной хопку или, как в математике скажем, разложение танка на хопку. Ну и формула у меня такая пять, семь, пять, семь, пять, семь, семь. Ну, ближе всего мне показалась такая форма европейскому санету, и поэтому я придумал название «японский санет». Ну, тоже написал несколько таких санетов. А два года спустя я познакомился сначала в интернете, потом вживую с людьми, которые придумали свой вариант японского санета. Ну, не такой, ближе к европейскому, там десять строк, два хопка и один катре. А общая форма — пять, семь, пять, пять, семь, пять, семь. Ну, мы с Александром Белогиным, значит, даже провели в прошлом году в клубе «Подвал один» такой специальный вечер, который назывался «Плетение яшмок нити», был специально посвящен вот этой вот форме, всем формам японского санета. Но тут уж когда начинаешь экспериментировать, то остановиться невозможно, поэтому я не стал писать отдельные японские санеты вот такие вот по десять строк, а вместо этого придумал такой сдвоенный японский санет. То есть это два десятистрочных санета, которые расположены рядом. Конечно, каждый такой санет идея в том, что его можно читать отдельно, но весь фокус в том, что их можно читать и вместе. Сначала первую строку первого санета, потом первую, как продолжение первую строку второго санета, ну и так далее, левая и правая. Ну и получается такая зеркально-симметричная форма. Вот стихотворение, которое я сейчас прочту, каждый санет он прочту свою. Это как бы две картины, где на одну смотришь шлем в глазу, а на другую правую. Ну и получается, мне кажется, такой стереоскопический эффект. Старин называется «Тамдук гремящий». «Тамдук гремящий, в доспетах ржавых, над темной водою, что в зеркале он видит? Листву хоронят печальные крысы, она из меди, не из золота. Когда растает время, из ярости и боли зазеленеет металл сражений. В древесной плоти зазилой грани остались только быкла, но не зажила память. И бьется желудь, как бьется сердце, а грудь земли осенней. Сахикардичный ритм. И еще одно стихотворение. Я в нем сдвинул правый санет на одну строку, так что он начинает не с пяти, а с семи сладок. То есть левый санет имеет ту же самую форму, а правый, как бы, обратную, там семь-пять-семь-семь-семь-семь-семь-семь-семь-семь-семь-семь-семь-семь-семь-семь-семь. То есть, получается все вместе, это просто десять-двенадцатый сложный строк. Ну, здесь уже, правда, не две разные картинки, а как бы левая и правая. А как бы одна картинка, но такая удвоенная, как удваиваются предметы в зеркале. Человек каждый утро смотрит в зеркало и привычно думает, что он видит там самого себя, хотя, действительно, похоже, но все же, там левый, там другой человек, у него сердце справа находится. Вот так же, примерно, и здесь. Так же удваивается звук в горах, вот, со сдвигом по времени и с инверсией в пространстве. Вы посылаете свой крик с запада на восток, а спустя какое-то время эхо возвращается к вам обратно с востока на запад. Варенье называется «Что ждешь, Саагу?» Кто здесь у окна? Кто смотрит в снежную мглу? Здесь только я, Саагун. Здесь я, Саагун. И летящий снег, и больше нет никого. Кто ты, Саагун? Что значит имя твое, смотрящий в снежную мглу? Здесь я, Саагун, в ожидании, и больше нет никого. Что ждешь, Саагун? Что видишь ты в снежной мгле? Того, кто придет из мглы, я вижу тебя. Но там только снег, и больше нет никого. Да, там только снег и ты. Здесь я, Саагун. Все. Сейчас прочитают ваши, да, парень? Кто? Кто? Попал. Горис, готовы? Поготовы. Только единственное, я оденусь, сколько я сказочник, я вам прочитаю сказку, она не под... Это не музыкальную сказку, но она под... Так... 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 Обычно с таком плаще сказочник поступает. Так... 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 Я вам прочитаю сказку, старуха Крамль, она почему-то нравится всем и детям и взрослым. Поэтому я недавно слышал по телевидению, что почему чеховские вещи так нравятся, потому что у них и красота и поэзия во всех вещах... во всех вещах и... А по сколько, чтоб едят... Чтобы едят... А вообще, что вас нравится? Я сказочник, поэтому я вот такой. Пусть он покланивается, кланивается всем. Итак, старуха Крамль. Старинные часы на стене отсчитывали минуты, которые уже никогда не вернутся. На столе горела старая лампа под зеленым абажуром. Было грустно, одиноко. Звучали нарктеры Шопена и являлись сказочные видения. Вдруг мне почудилось, что кто-то легонько трогает меня за волосы. Поднимая руку, я зацепил что-то в воздухе и с удивлением обнаружил, что на кончике моего пера повисла шарь, связанная из каких-то волос. И тут же я увидел хозяйку этой шари, маленькую старушку с сердитым морщинистым носом. Она сидела у меня на плече и, ухватившись сухонькими ручками, осторожно тащила волосы из моей макушки. А надо вам признаться, там ух у меня не так уж и много. — Ты что делаешь? — залопил я. — Ну-ну, потише! — подергнуло меня. — Знай, на кого кричишь, а то так тебя разукрашу, сам себя не узнаешь. — Я старуха Крамбрин, — сказала она с гордостью. Потом проворчала. — Если бы не твое перо, вовек бы меня не увидел. Но работу мою, хе-хе, работу мою все вы замечаете. — А что у тебя за работа? — спросил я. — Подойди к зеркалу и увидишь. Предчувствия таинственные, я поднялся из-за стола и, неся старушку на плече, подошел к зеркальному шкафу. — Задумайся о чем-нибудь печальном, — сказала старуха Крамбрин. Ну, чего-чего, а неприятности в жизни каждого человека хоть отбавляют. И я вспомнил одну грустную историю. Когда-то у меня была любимая кукла, которая умела ходить, так мило переступая маленькими ножками, обутыми в красной лакированной тушеньке. Но однажды кукла куда-то ушла и не вернулась. Все время, покуда я предавался грустным воспоминаниям, Старуха Крамбрин, внимательно, не отрываясь, смотрела мне в глаза. Потом протянула палец к моему лбу и длинным, довольно нестриженным ногтем, слегка провела по одной из морщин. И морщинка чуть-чуть удлинилась. На сегодня хватит, решила Крамбрин, а то мне еще стольких надо обойти. Завтра приду опять. С этими словами Старуха Крамбрин накинула на голову свою волшебную шампу и исчезла. Ночью я долго не мог уснуть. Все думал, как бы мне избавиться от неприятной старухи. На следующий вечер я снова видел Старуху Крамбрин. Она сидела, свесив ножки, на стены в часах. На коленях у нее лежал пук волос, из которого она вытягивала то черный, то рыжий, то седой волос. И штопала ими свою шампу. — Послушай, Крамбрин, — предложил я, — хочешь, я буду отдавать тебе все свои деньги. Только не приходи ко мне. Крамбрин усмехнулся. — Больше тысячи лет тому назад, — сказала она, — знал я на Франции одну девушку. Она была очень красива, к тому же, умела немножко колдовать. Так вот, эта красавица очаровала короля и стала королевой Франции. От взмаха и ресниц падали министры, от гневного слова начиналась война, от улыбки наступал мир. Говорили, счастливей женщины и на свете не было. Но однажды, прихорашиваясь перед зеркалом, королева заметила на своем лице, около глаза, первую морщинку. Сметение охватило королеву, и она бросилась колдовать. Силу колдовства заставили меня явиться перед королевой и стят волшебный шар. — Да, ваше величество, — призналась я, — это моя работа. Королева ужасно разгневалась и потребовала, чтобы я немедленно убрала морщинку. Я отказалась. Тогда королева стала кричать, угрожать, топать ногами. Я рассердилась. — Со временем будет еще хуже, — пригрозил я ей. — А будем злиться, лицо твое станет страшным. И все увидят, что ты ведьма. Тут королева разглядалась и упала передо мной на колени. — Возьми половину моего королевства, — взмолилась она. Возьми всю казну Франции. Возьми мою корону. А я пусть буду, как прежде, простой и веской девушкой. Только никогда не прикасайся ко мне. Но я не взяла у нее ни одной монеты, — с гордостью сказал остальных кран. Так что, сказочки, не предлагай мне твои жалкие деньги. Я вздохнул, мы поволчали. — А что стало с королевой потом? — спросил я ей. — Расскажи мне, пожалуйста. Краблики выл, уселась на часах поудобнее и продолжил. Королева дошла до глубокой старости. Но все равно король любил ее так, как любит молодую жену в день свадьбы. Почему? Это уже ее секрет, — с лукавой улыбкой закончил кран. С тех пор старуха Крабли иногда появлялась у меня. И тогда начинались воспоминания. Она рассказывала давным-давно минувшие истории. Но однажды старуха Крабли почему-то не пришла. В тот вечер с моего пера появилась на свет веселая сказка. В теплой печи жили два совсем серых и тупых валенка. Эти валенки ничего, ничего не знали. И с ними сейчас случались добавные приключения. Но все кончилось хорошо. Серые валенки научились к прочему и посветлили. Я уже почти заканчивал сказку. Как вдруг раздался стул знакомых Крубочков. И в комнату вошла моя любимая кукла. «Драк, твой сказочник!» — сказала она. «Я по тебе соскучилась!» Я очень не обрадовался. Усадил на диван, перенес печеных яблок и виноградный сок в хрустальном бокале. Замешал в бокале лодочку баринового меда. Чтобы позабавить мою маленькую гусью, я рассказал ей веселую сказку. Трудла совсем серых валенка и кукол долго смеялась. Потом стал вдохнуть и жаловаться, что меня иногда навещает старуха Крана. «А какая она, старуха, Крана, да верная, страшная!» «Печальная!» — ответил я. «А ты расскажи ей сказку про Валяки, она и распредется!» «Хорошо, любимая, я постараюсь!» — обещал я. Вскоре в седину летном диване кукла уснула, а я, посмеиваясь про себя, стал ожидать старуху Крана, предвкушая, как я развеселил ее. В этот вечер мне было так хорошо, ведь вернулась моя любимая, я и не заметил, что старуха Крана к нам вовсе не пришла, и после долго не приходила. А теперь я вам открою один секрет, о котором мне поведала сама старуха Крана. А теперь от улыбок счастья исчезают морщины. Кладезь, кладезь, кладезь. Кладезь, кладезь. АПЛОДИСМЕНТЫ К вам, если что, вы захотите, вы потом можете вырезать. Сухие цветочки Бригит, розы Джины этой недалекой, болящей, этой страдающей, цереры, цаплей этой, собачка, цепляющей своими шипами склон, высокая и небесная, царит мужик, место там, где в черном материале с белой каемочкой, выкресло из одеяло злую силу, землю материнскую руку была, взяла цветами, листьями пересыпала, на землю материнский пух, струна вынес, я пулями вложу, маленькую, как помада для губ, новую подожду, положу внутри. А моя душа чистая, а моя душа медленная, чисто мне идти, бродить с медведем моим, с козочкой пока, волшебная чистая, травинки не стало, ни кони, не надо ни кони, ни горская, не надо стоять, мил мой, разлиянная река, не надо корюшку и других пашетей, сломаю хлеб, не ломай хлеб. Субтитры создавал DimaTorzok Каждое слово соединили в песню Богу. Хочешь раздавать слова, хочешь оставить свой букварь, хочешь научиться говорить через жизнь железную, они железными шарами, гроздьями учили говорить заново, учили молчать годы и годы, учили бегать с зайчиком, летать, как маленькая белка, смеяться, как воробей. Рыжая девушка, чьи маленькие руки показывают путь в солнцу, чьи крошечные пальчики мгновенно указывают направление начала корней, что мерцание среди веток кедра доводит до бесшумного ливня где-то за горами. Субтитры создавал DimaTorzok О, великий синий, небо мое, мысли улетели по тьмах существования, не за грош тебя отдали, ты сдвоенный, ты отдал свои ходаки, но ты не отдал своих хариусов, рыб моря прозрачного единственного, ты присутствуешь, ничего не будет, все еще будет, двойное тело в белом море, черное тело, поглощающее моря. О, великий синий, синяя борода, не ходи, не ходи, ты ходил, ты вернулся, ты сломан, ток, я жив еще, говорящая голова, девочкой стою возле твоего купола неба синего, черного, петухи летают радугами, а ты выломал череп, ремешок сделал, а кости из головы взял, с собой украсил, синего создал старика, ах, в небо улетел старик, о, в небесах летает старик. Э, в волосах ношу челюсть старика, о, на дереве висит челюсть старика, э, в волосах ношу, хава, лоб старика, а тарелку старика вылизываю языком. Масштабио. Чувство зимы заполняет меня целиком. Сменила затишь и великая тишь, тостер покоцанный цокает языком, тост, мол, готов, наливай, чего ты сидишь. Чайничек, псевдоероглиф и глянцевый бок делятся с нами дружеским винтаром. Так и сидим на кухонке, я и бог. И тишина с пустотой в прикуску нём. Лунный уголь в подводной листве, между встречи зияют лакуны. Гондольеры с хоромом в родстве, подозрительной воды лагуны. Валидон под язык, что обол. Ты, учёный, усталый и нищий. За бортом кажет влажный плавнище. Кистепёрая рыба, любовь. Биг фрэнду в шнур крепкая нить. Жизнь выбросит нас, срезав балык. Незачем больные платья хранить. И не досуг ходить на балы. Одиночество, перегонный куб. Нет гравитации, граф поесть. Страшен в огне верахат лукум. Are you all right? Улыбайся. Yes. Мы, благородный лютик, оранжерейный репейник. Рая круги, несколько первых ступенек. Мы проскочили без мозговой мелочи. Классики, видишь, криво очерчены мелом. В печке полить человеческое оперенье. Остерегайся, иди, воротись, скорей. Спасибо. Кто у нас еще из-под балов? Больше никого, да? Больше никого, да. Да, очень. Много интересно услышать замечательные стихи, увидеть перформанс. И, знаете, действительно, много точек соприкосновения с союзом литератора, потому что он тоже вырос из таких вот литературно-художественных рук, как слов, как спектр. И вот хотелось бы услышать стихи спектрца, получившего сегодня заслуженный наград. Ну, как раз гнюмешь в народной поэзии другу испанцу, который сейчас живет в Магридии. Африо Саляно. Мудрость печальна, а радость шальна. Кто скажет, что лучше надёг? До середины жизнь пройдена, июньте нашу каюк. Мы, думая, гнали с тобой со двора, чтобы легче велось и шагалось. Не видно, не слышно, решений пора. Увы, неизбежно подкралась. И всё же, и всё же, останься, сумей в душе ты таким же водягой На песню дружб, как на песню дождей, Отзываться невидимой планы. Я вечер загубил компанию растратчиков-беспечных, Кутил, мотов, неслых иных творог, Разменивающих золото часов, На удовольствие стаканчика, Обкрадывающих самих себя, Самообманщиков. И вот под ноги, глянец, потыкаец, Домой я плёлся, как мишафос. По сторонам дороги вереницей Домов теснился каменный народ. А сверху месяц беспощадно виз, Внеслезвим секиры холоделья Над шеей вечера убийцы. Колоссальную работу проделала Галина Ворокаева. Она является одним из создателей Антологии поэзии, ну, и поэты, как я говорю. Московского университета. Да, поэзия Московского университета. Галина Ворокаева, начиная с 18 века И до наших дней. И часто, когда Галина приходит к нам, Она читает стихи поэтов Из этих многочисленных томов. Но нам бы хотелось послушать Собственности Галина Ворокаева. Этот город закольцован. Ни начало, ни конца. Все это плиткой облицовано. Черт безумного лица носит явный отпечаток. Словно зернами початок. Мной набит, тобой и имя. Тьмой огней рассмотрим. Это город аноним. Не для жизни он, но все же. Ни один в нем год был прожит. Он арена жизни всей. В нем страдали мы, любили, Спотыкались, уходили. В нем мы встретили друзей. То спасает он, то душ. А порогов уходит души Прямо в небо, что над ним. Он идет на автомате. Но не с автоматом, ведь Каждый может ненароком взять и умереть. Даже если не стреляет. Даже если мир. Он идет без автомата. Он не ваш умер. Вы взглянете едва ли, не на что смотреть. Он не думает о смерти. Он забыл про смерть. Он дает усталой искре воздуха. Горит. Он, похоже, что-то видит глубоко внутри. Жизнь же хрупкая вещица. Разойдется шов. Может, всякое случится. Только бы дошел. Стихотворение, так сказать, обращенное к людям, взгляды которых мне не близкие. Мне с такими приходится довольно часто иметь дело в своей работе. По чести любви мы сойдемся, а это немало. А ненависть? Ненависть вынесем просто за скобки. Будем смотреть, как укрыло снежное все покрывало. Или же на собак спящих метро в коробку. Будем ходить через лес одной и той же дорогой. Слушать шумят, как на ветру сосны. Месяц один на всех, хоть и двугогий. Да и вот, если выдался сразу для всех высокостным. Но барабанная боль разных цветов знамена. Разные у нас языки длинный, короткий. Воздух уже нечист, пахнет палемным. Что же делать, когда все в перегородке? Можно сквозь них пройти, даже не зная пороги. Можно что далеко сделать гораздо ближе. И если жить, как идти по минному полю. Не касаясь табличек с нафтой судьбой ненавистью. Когда уходит поэта Кулина, сразу появляется сравнение. Это как цветок, который спустился, как звезда, как ребенок, который родился. На самом деле, выход книги, он ни с чем, не сравним и ни на что не похож. Как Рамон Гомес де Вассерна говорил, когда слышал «Вене соловья», первое, что спрашивал. Неужели действительно соловей? Такой Господь, неужели действительно книга? Вот у нас сегодня такой именинник присутствует. Это Игорь Аганцов, у которого только что вышла книга. Я одна. Какое там именинник, Господи? 15 лет. Дополнился к книгу. Дай, находясь. Значит, я вот что хочу сказать, читать, даже не знаю, не охота. Сейчас, во-первых, Дим, я в тот раз ушел, ничего тебе не дал. Это я подарю вот самому, как он, детера, Степанову. Ну, дождите, я передаю вот это. Это первое, это первое. Это рефрены. Вот. Теперь, подожди еще, а то я до тебя так и не доберусь. Это четыре венка советов. Второй венок, посвященный Атану. О, полки твоих. И вот два только прозы. Безумное издательство, которое начало меня выпускать в журнал «Комендарь». Вот и стихи и проза. Да, здесь четыре венка, а мы перепутали тогда книжки. Не буду я оттуда, значит, ничего читать. Почему я пощажу публику? И сейчас скажу тоже два слова древнее, еще древнее японской, восточной, это не японская, это древняя, это китайская. В общем, короче говоря, на русский язык я перевел, что это как рефрены. То есть такие двустрочи, они очень мало вообще были пользованы, но они были, когда первая строчка всегда одинаковая, а вторая идет вариативно. Значит, вот такая вот была. Очень древняя форма, но я потом узнал, что она есть, а потом переписать начал когда-то спонтанно. Вот это первый том называется рефрены, а двухтомники называются рефрены и отголоски. Там это правило нарушается, во втором томе. Ну вот, они как-то довольно хорошо так были восприняты, пошли, часть напечатал, журнал, даже два журнала напечатали их, кусочки. Вот, поэтому я пощажу публику, еще одно, о Вере Сажиной хочу два слова сказать. Когда она сейчас, я знаю, что она приехала издалека тогда, и мы увиделись только один раз после этого, и с Ту, да? Вот, мы как-то с ней выступали. Я читал довольно жесткие пьесы, они вот такие вот у меня, и Вера, так сказать, сопровождалась очень древними какими-то вот мотивами. И вот странно, вот это вот архаическое звучание, оно настолько вообще-то индивидуально, и настолько оно самодостаточно, и в то же время оно вписывается в любое прокрустово ложе, которое ему предоставлено, бытием. Вот это вот такое двусторонняя такая вот вещь, то есть, и действительно, по-моему, у нас еще играла Галебина, да? И получился потрясающий вечер, да? Никто не ушел. Вот, все. А теперь я не знаю, что, очень, наверное, прочесть. Дальше, обязательно. Да, Поконите. А, Андрей, может, мне ручку повернуть? А, Андрей, может, еще до того, кто-то? Поконите. Вера, а можно еще до того, кто-то прочесть, хотя бы несколько слов сказать по свойку, по пауку мышь? Что же давно существует еще? Да, он уже больше десяти лет в галерее наша, вот, и многие побывали здесь даже большинство, ну, собственно, сами с литераторов, делали там вечера какие-то и прочее. Это какое-то пространство, которое мы сделали своими руками, такое большое, там, 140 метров. Я его горжусь тем, что я все-таки смог доставшееся мне пространство вылепить, ну, я сколько, так сказать, вообще, в течение полувека. И удалось, какие-то крушил стены бетонные в ажиотаже, лепил эти арки, вот, кто не знает, побывает, увидит там, в общем-то. И еще несколько раз его перестраивал. Такая кувалда, Мария Ивановна, вот такая вот, я с ужасом на нее сейчас смотрю, как весь мой радикулит стонет. А тогда я крушил, и вот такие вот бетонные стены, арматура вот такая вот там всякая была. И я такой вот был энтузиазм сделать пространство единственный раз доставшееся мне. Я делал много пространств, я работал в монументальной архитектуре, в интерьерах и так далее. Вот, кроме монументальной скульптуры, которая является моей профессией. И тут досталось все, что я могу, как говорится, сделать своими руками. Вот это, если кто вновь побудет, я думаю, побудет, вы увидите, что... Вот, просили, я не собирался. Где-то как раз в три или четыре, а там празднули, там, где поедешь. Да, в месяц как раз там. Дювер и апрель. Первый апрельский день поедет. А? Сделаем, сделаем, повеселимся там. А ты, раз так повеселились, что девушку уже потом несли. У меня там довольно свободная, а сейчас этот плотцевый сольной сделал гигантский сейшн. Вот, автор словаря русского мата, такой известный довольно журналист. Но он серьезный, ученик лотман и так далее. Но он сделал гигантский сейшн, рабочее застолье. Оклеила вся стена, до сих пор еще оклеена плакатами времен советской власти. Почему очень смешными, самыми такими убойными, парадоксальными. И все стены, значит, эти 140 метров у меня окрели. Чудовичные. У меня это отснято, и у нас на видео отснято. Так что, может быть, если успеем, не сделаем. Когда читаем стихи, в середине инсталляции картинскую культур кошки ходят. Да, и семь кошек еще там ходят. Так, а теперь стихи из Моцартона. Ну вот я уже не знаю, что-нибудь из книги не буду, потому что пощежу. Это долго, очень сложно. Я, кстати, разрежу атмосферу, парочку стихотворений прочту. Потом у меня для вас подарки есть. Я лозунги сделал, так что присутствующим я раздам. Сейчас, после, как прочту, я раздам. Значит, лозунги, посвященные дню поэзии. Вот, значит, их четыре, нет, их пять. Называется «Свежий ветер перемен». Вперед, а там разберемся. Жить стало веселей. И дальше, последнее, это место для рекламы. Это уже кто хочет, может там заклеить. У меня есть, пожалуй, на количество хватит. Вот, но я обычно с подарками прихожу. Это моя сладость, деньпункт на Новый год. Что-то раздавал, открытки. Не в этом году я не смог, болел, а в прошлом. Ладно. В общем, короче говоря, сейчас. У меня такая есть книжечка из двух стихотворений. Вот. А потом еще такой маленькой весенней стихотворений. Если я вспомню, как оно начинается. Это... А! Что вспомнить? Оно называется, эта книжечка называется «Запой музыка». Не устраиваетесь, да? Запой музыка, как хорошо, да? Вот. Сейчас. Запой, значит. Первая, она из двух частей. Первая часть «Запой» называется, а вторая называется «Мудра». Хорошо. Она не индустрирована даже портретом людей. Девушки, когда-то любимые девушки. Вот. Запой. Запой, красавица при мне. Запой, страдаемый запой. Три лишних дырки на ремне. И каждый шаг дается сбой. Запой. Я все перетерплю с последним предпоследним вздохом. Из носа высморкнув соплю. Им воздух я ловлю по крохам. Не лить мне пену сладких вин. Впредь на узорные шальвари. Пойду блевать я за вин. Прочь от грузинско-русской свары. Запой. При мне, при них, при нас. Нам с детства пить не додавали. Из-за Казбек. Из-за Парнас. Свой рок подъемлен геноцвали. Потом с тобой поговорим. Поговорим с тобой о многом. Вслед за бараньем. За вторым подругой. Дальним нам рогом. За третьим вновь поговорим. По дням для счета третий палец. За Тбилиссо. За третий рим. За всех поющих нам. Красавиц. Займемся пряной едой. Свой рок опорожнив четвертый. Пусть я не избран томодой. Бубнящих за столом до черта. Потом затянем солякот. Подняв в зениту рог свой пятый. Вздохнем всей груди глубоко. Нам лет все меньше с каждой. Как раз вовремя про грузинско-русскую дружу. Ничего, по-моему. И вторая музыка. Настройка совсем оптимистична. А музыка играла. Так близко от нее. Но только вот не знала. Какая ее моя. Музыка боевая. Но что играют, что. То ли звонок трамвая. То ли гудок авто. И так и не узнала. За что. Помилуй Бог. Ее родную смяло. Дав бампером под бок. И вот лежит уж типа. На каменной траве. И все звучит музыка. В разбитой голове. И так досталась даме, что не узнаешь, чем. Дворами-то за дамей ходила бы на концерт. И слушала бы бах. Все было бы за руку. А так лишь горсты праха. По почте сожгут. И пьют для квартиру все трое сыновей. И трели шлет по миру ментовский соловей. Ведь пьют по-русски дико. И на руках в крови наручников музыка. Такая сожгута. Ну, для пущего оптимизма я прочту наизусть стихотворения. Сейчас. Ну, что это было. А, вспомню. Это весенний, весенний стихотворение. Да нет, не ждите уж. Очень ужасно. У меня ничего действительно хорошего. Живу себе живой водой облит. В кольце столь многоградусных мороз. Что в горло льющийся спиртовый воздух розов. И бронзов дерн не черноземных плит. Сукно как жесть. А холст как текстолит. Знак восклицания смертся в знак вопрос. Пред баррикадой ледяных торосов. Нога не месит, грязь не пылит. Чей в ухо вмерзший звук скрипит безбожим. Лететь, скользить или плыть. Все будет можно. Чуть по прошествии оттаявших веков. Под всеми мчат они морозными парами. Колоть нас вилами, рубить нас топорами. Освобождать из леденных оков. Вполне оптимистический конец. Спасибо. А, да. Значит так. Вот просьба такая, чтобы я все... Каждый оставляет себе по одной штучке и передает дальше. Ой, ребят, есть стихотворение совсем новое, написанное вчера. Если разрешите. Заодно, да? А потом раздам. Это в качестве, так сказать, этой сомнения. То, что написано вчера, всегда с собой любят. Да. Квоздущие. Квоздущие. Оно называется «На лысой горе». По-моему, оно хорошее. Я ее создал иллюстрациями. Даже у меня есть вот подарок. Самый английский еще. Я буду быстро сделать. «На лысой горе». Как на лысой на горе, на горе на лысой, повстречался старый крот с молодой крысой. Для тебя, великий крот, я ведь не слепая, Своего покину в бой френда Шалапаэ. Закружились во тьме ведьмы до чертяки И невеста в шушуне, и жених во фраке. Пляшут черные очки и слепые бельма, Каблучки, клычки, зрачки. Вместе и отдельно загладнула чья-то пасть Жениха с невестой. Угораздило попасть в проклятое место. Чем бесовскому вытью вторить реминору, Ей бы с ним джитью вытью в каменную нору, Народили бы детей мантушки рассеи, Кто из деток покротей, кто и покрысея, Обезлюдившей стране ведьмы-довояки, Крыски в сером шушуне, кротики во фраке. По-моему, что смешно, я каждый сам очень смеялся. Значит, вот эти преподавки, каждый оставляет себе по одной штучке и передает дальше. Это вот лозунги ко дню поэзии. Можно не выбирать, не выбирать. Прямо вот что сверху. Вот как сверху бывает, да? Это гадание, это типа гадание, что кому-то достанется. Кому-то достанется апокалипсис. Ну что делать? Такая, значит, и судьба. Я всегда такое шоу устраиваю, так что, кто здесь первый раз, как просто не сидит, я чем-то выкаблучиваю обязательно, до собственного извлечения. Если вам надо, останется, я подождусь. Мы не остались, а пока есть. Неслава, дайте расстаться. Ну что делать? Церя жизнь. Нет, выбирать нельзя, сразу брать. Верхнее передавать дальше. Выбирать нельзя. Он не выбирает, он сразу смотрит. А, смотрит. Брать в обыске, в обыске. Гадание, понимаешь, когда гадание не получается. Ну вот, надо будет предупредить. А я? А взял снизу. А взял снизу. Нет, выбор. Все. Игорь счастлив, потому что у него, потому что вышла книга, вот мне хочется предоставить слово поэту, у которого книга, вот уже, скоро она будет, и это даже может быть состояние, вот это ожидание, да, книги, может быть, оно даже более сильное, чем выход, собственно, ее самой. Это издавна Исламовна. Это я. Да, конечно. Спасибо. с авторстве, естественно, с Федором, с Филипповым. Лига называется, я начну с нее, наверное, завтра начинается позавчера. Это такой интересный возврат в прошлое, на 22 года назад, это относительно аварий на Чернобыльской станции. То есть для меня, как профессионала, как профессионала, как профессионала ликвидатора, не только этой аварии, в этом ничего нового нету, и я к этому отношусь абсолютно спокойно, как хирург относится к своей хирургической операции. В этом нету ничего. Я, как бы, этой информации обмениваюсь, живу в параллельном мире и, соответственно, значит, вот так осмысливаю все, что там происходит, безусловно, оперируя и стихами, которые потом как-то претерпели какое-то изменение. Ну, книжка получилась в стиле Булгакова, в стиле Мастера и Маргариты. То есть никто не ведал, но вот как любое произведение, как любые роды, они вот подарили вот такую книжку. Несколько человек прочли, достаточно уважаемых, и сказали, что ура, есть достойная книжка, но через какое-то время мы сами это дело прочтете. Это о прозе, перемешку с поэзией. Если говорить конкретно о своей книжке, то она называется, ну, я лично, я с собой советовался долго, пришел к названию, вот, ну, как физик, как метист. Я перебрал там Ньютона с тремя его измерениями. Значит, первое измерение это точка линии, второе измерение это, естественно, Y это плоскость. Третье измерение это уже пространство. Вот, Ньютон дальше не пошел, мы выявили, мы помогли. И, соответственно, сказали о том, что пространство это тоже измерение, значит, и четвертое. Так что книжка появилась такая с названием четвертое измерение. Это время уже, да. Вот уже время, здесь уже как бы картинка есть, и махет книжки уже здесь, все в редакции. И, соответственно, значит, в пятницу, как раз в 21-м числу, это так неожиданное совпадение, я из редакции получаю две книжки. И, соответственно, значит, ну там много всего. Как готовцев говорить, я всегда сваливаюсь в философию, потому что по-другому, наверное, нельзя. Ну, начну, наверное, коль это день поэзии, сегодня все приурочено, безусловно, людям, которые пытаются что-то сказать в атической форме. Я прочту два стихотворения. Одно из них написано вчера по просьбе Федора Филиппова, а эти предыдущие. Боясь проснуться, называется. Боясь проснуться, учился поэт. Строка строкой прекрасность сменялась. И искренней была, и Божий свет все освещал, и жизнь преображалась. Он память напрягал, что было сил. Прекрасных слов строилось изобилие. И лишь судьбу он мысленно просил сберечь, что дали ангельские крылья. Поэ над миром, видясь высока, в поэте воплотился лучший мастер. Его ведет с собой святой Лука, чтоб не ошибся он и не разбился на смерть. Живет в поэте, ищущий, и как, кто бесконечно к солнцу поднимаясь, стремлений не чувствует, он жар и бдит во сне, словами вдохновляясь. Второе, где это примерно тоже я выдернул просто из этого сборника. Значит, душа не станет молчать. Стихи рождаются боли, в поиске сути проблем, определяемой ее долей, что завела тебя в плен. В стихах будет все получаться, обсудится множество тем. С идеей поэт будет мчаться, порой безразлично с кем. В конце же глухой и избитый, воскликнув с ним и горы, сорвется кормсать вновь элиту, сражаться до сытой поры. Другой же поэт и ценитель всех тайн за глупшей души, покинет святой обитель, жить чтобы в пещере души. Без хлеба питаясь кореньем, постигнув всю суть бытия, и стих освещая гореньем, и мудрость от сглаза тая. Такая поэта дорога в лишениях пути открывает. Пусть тело накроет лишь тога, душа же не станет молчать. Это как бы о нашем подходе. Так, ну, наверное, коль мы договорились в рамках трех стихотворений ограничиться выступлением, я то, что Федор просил, что-то посмешнее написать, не знаю, получится, не получится. Ручей. Тема сегодняшнего обсуждения, да. Ручей он чей, а он не чей. Он плоскость мира изменяет, Источник множества страстей, О чем журчал он и не знает. Ручей весна, прохлада лета, Он временно и все смывает, Источник он игры и света, И детство миг напоминает. Как много песен про него Народ фольклорит сочиняет, Он любопытен до всего, Любой кусточек огибает. Ручей – начало жизни рек, Морей, озер, всего начала. Он тот естественный разбег, А может и дитя острова.